Девушки отдыхают Я хочу сказать, что мы очень счастливы быть с вами Мы ждали того, что мы приедем к вам весь год И мы все путешествуем в течение года по разным странам Но вы нам очень дороги Мы всегда думаем, когда же мы к вам придемся Приедем и проведем этот фестиваль В том городе, который я никак не могу произнести Я слышал, что можно легче произносить название города Короче Даже это я не могу произнести Я называю его тот экстатичный город И я смотрю на вас и вижу, что вы счастливы в своем сознании Кришны И когда Прабхупада путешествовал по ятрам, по храмам Он говорил, что есть два способа Благодаря которым он понимает, что дела в храме идут хорошо Это первое, когда он видит, что деревья Туласи чувствуют себя прекрасно и растут Потому что Туласи — это Вриндадеви Она ответственна за то, чтобы организовывать игры Кришны во Вриндаване Она помогает Пурнамасе И каждое утро они собираются вместе для того, чтобы прописать все те игры, которые будут происходить в течение дня Они делают все для того, чтобы любовь и преданность расцветала во Вриндаване На нашей планете, на планете людей Она приходит в качестве Туласи Деви И Прабхупада описывает, что если преданная и счастлива в своем сознании Кришна То в Вриндадеве Туласи Деви радуется И у нее появляются манджари, крупные листочки И она хорошо растет И еще Шрила Прабхупада понимал, что в ядре все идет хорошо Если он видел, что преданные экстатично танцуют во время Киртана И сейчас не могу увидеть, насколько хорошо у вас растет дерево Туласи Потому что оно за занавесом Но я вижу, что вы очень радостно и экстатично танцуете в Киртане И, наверное, если бы вы приняли участие в Евровидении, которое проходит Вы наверняка бы выиграли первое место И благодаря своим эмоциям Спасибо, что пригласили нас Мы очень счастливы быть с вами Мы будем с вами на протяжении четырех дней И у нас должна была быть утренняя программа уже в дворце Но что-то пошло не так Поэтому здесь вынуждены все собраться в тесноте И так как недавно был день явления Нарисимха Дева Я хотела бы сегодня продолжить разговаривать немного о лиле Связанной с Нарисимхом Дева А в дальнейшем Чатуратма Прабу сегодня проведет Прабхупаду Катху И расскажет о жизни Прабхупады Но лучшее произойдет в конце А что лучшее у нас, это Бадахари Прабы Поднимите руки, кто еще не участвовал в Киртане Бадахари Прабу? Ну все Ну все, теперь готовьтесь Ваш голос будет прерываться Будет фонтан слез из глаз И все признаки экстаза И мы сейчас поговорим о славе божества Нарисимха Дева Который очень популярен в Искоме И лекция будет прочтена по Шримад Багаватам Который является царем или королем всех духовных писаний Это первая песнь Глава третья, которым называется Кришна, источник всех воплощений И текст восемнадцать Ом нямо бхагавате васудевая 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 И все преданные Господа Нарисимхи знают этот стих. В 14 воплощении Господь явился в образе Нарисимхи и, как плотник, расщепляющий тростник своими ногтями надвое, разорвал могучее тело безбожника Хирани Кашипу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И когда Господь приходит в форме человека-льва, это наводит ужас. И я помню тот первый раз, когда я свою маму пригласил в храм. Я был преданным на протяжении 4-5 лет. И наконец-то она согласилась, чтобы приехать в храм. Я был преданным на протяжении 4-5 лет. И наконец-то она согласилась прийти в храм. И я отвел ее в храм, который был в Калифорнии. И так уж случилось, что это был день явления Господа Нарисимха-дева. И они были очень эксцентричны. Они построили огромное диорамо Нашвингадев, убившись Хирани Кашипу. И там было много красного цвета, и преданные эти ядра, они были очень эксцентричны. И поэтому они в алтаре сделали такую огромную диаграмму, изображение Нарисимха-дева, убивающего Хирани Кашипу. И все это было украшено большим количеством красной краски. И как бы они немного перестарались. И когда мне и мой мам walked in, мне и мамы были бы научинами, мы и мамы walked in, они были формы арту, у меня другая диорама. И моя мама сказал, «У меня, что такое? » И в тот момент, когда моя мама впервые зашла в алтарь, но именно в этот момент там проводили арати-педиаграммы, и моя мама в ужасе сказала, сын, что здесь происходит, кто это? И я сказала, что ты хочешь правду или как? Он сказал, да, говори мне все как есть. Я сказала, но мама, это вот Господь, а что же Он делает? Он говорит, убивает отца этого мальчика. После этого она развернулась и уже отправилась на выход, и мы там немного еще обсудили. Because generally, people understand God is all-loving, all-knowing and all-loving. Therefore our Krishna conscious movement is spreading very quickly, because Krishna is actually very loving, he's very beautiful. It is very quickly spread, because we tell them about God, who is all-loving and all-knowing. In our heart of hearts, we all want to love, and we all want to be loved. And the best person to reciprocate with that loving sentiment is Krishna. И Господь Кришна является лучшим для выражения этих эмоций. Especially the regions of Vrindavan past times are just full of Vrindavan of love. So Krishna is very attractive. That's why this movement is spreading prophecy of wildfire all over the world. It's very easy to love Krishna. Особенно его лилы, которые посвящены его времяпривождению во Vrindavan. Krishna является всепривлекающим, поэтому Шрила Прабхупада говорил, что наше движение распространяется по миру, подобно лесному пожару. Когда Krishna appears, что на Шрила Прабхупада это 좀 сложно для неудовательствователей понимать. Потому что он не в любви. Он 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 в любви. Ты не можешь превышать больше в любви, чем на Шрила Прабхупада. Поэтому для непреданных порой очень сложно полюбить эту форму необычную Нарисимха деева. Потому что он не олистворяет собой любовь. Он олистворяет этот олистворенный гнев. Нельзя быть более гневным, чем то, что испытал Мирисимха Дэв. И он находится в его настроении сражаться, а не любить. И таково описание Господа Мирисимхи. И в Мирисимха Стуте есть описание того, как был убит Мирисимха Дэв, но будьте осторожны с воображением, когда вы пытаетесь это представить. И, например, когда новости передают по телевидению, и следующая новость является взрыв или какое-то бедствие, то есть такая надпись «Осторожно», будет драматическое что-то такое, вы увидите. Поэтому, у кого слабое сердце, либо же дети перед телевизором, их лучше попросить отойти. И сейчас будет описано то, как Мирисимха Дэв убивает Хирани Кашипу, поэтому, если вдруг у вас слабое сердце, то можно лучше выйти за пределы Алтана. И потом вернуться. Никто не уходит. Никто не уходит. Мирисимха Дэв, ты с удовольствием уничтожаешь армии демонов. Ты изящно владеешь булавой, разрывая все на своем пути с силой, подобной силой огромной скалы. И наблюдая за тем, как ты уничтожаешь, разрубаешь своих врагов на куски, все солдаты в ужасе бегут с поля боя. О, непобедимый Нарисимха, сожги, сожги и даруй мне могущество. А что же заставляет Господа любви воплотиться в образе олицетворенного гнева? Что заставляет Господа любви стать олицетворенной смертью? И ответ на этот вопрос очень интересный. И ответ заключается, что сама любовь. Что? Что? I mean, what? How is that? What does love have to do with this? Потому что Кришна на самом деле любит своих преданных. И если вы обижаете преданных, то он очень сильно злится и наказывает вас. Так же, как вы, например, любите Кришну, или вы пытаетесь любить его. И если кто-то при вас оскорбляет Кришну, то вы гневаетесь и говорите, что вы не гоняй, я вам сейчас все расскажу, я знаю философию. Один из признаков того, что вы любите, это когда вашего любимого обижают, то вы естественным образом стараетесь защитить его. И если обижает любимого, он всегда говорит, ты что, не любишь меня? Почему ты не за меня? И я говорил несколько недель тому назад, история по поводу того, что у моего отца был шрам на лбу. И я родился и никогда не думал об этом, я думал, что у отца всегда был этот шрам. А когда мне было лет 12-13, я задала ему вопрос, отец, а откуда у тебя этот шрам? У нас был обед. И там была собрана вся моя сестра, мой папа, мама, брат, сестра. И я спросил, папа, откуда ты получил этот шрам? И моя мама встала. И в этот день он сделал мне предложение, мы были в колледже. И мы были в колледже, и мы были в колледже, и некоторые хулиганы встали и начали мучить меня, и я был в колледже, и я был в колледже, и я был в колледже. И там было 5-5, и мой папа их все умерла, потому что он любил меня. И мы прогуливались в тот день, подошли какие-то пятеро хулиганов и стали обзывать меня, сказали, что я некрасивая, похожа на лягушку, и ноги как у слона. И в тот момент отец, он начал сражаться за меня, и победил всех пятерых хулиганов, потому что он любил меня. И существует вот эта эмоция злости, она возникает в тот момент, когда обижают вашего возлюбленного. И в нектаре преданности говорится по поводу того, как мы должны вести себя с теми, кто оскорбляет. Мы должны либо вырвать им язык, либо победить их философию, либо бежать с того места, чтобы не оскворниться тем, что они говорят. Но, пожалуйста, языки никому не отрезать, потому что это будет конец всего сознания Кришны в Украине. И это не говорит буквально то, что вы должны взять и вырвать ему язык. Это говорит о том, что вы должны испытать это устрастное желание защитить Кришну. Лучше это делать, если вы философски подкованы. А если же у вас недостаточно аргументов, то лучше уйти с этого места. Если оскорбляют именно нас, мы должны сказать спасибо большое. Но Кришна так любит Своих преданных, поэтому Он не будет терпеть. Насколько Кришна любит Своих преданных? И иногда в Шастрах он пишет о том, как он любит вас. Садава ридеям майам, саданам ридеям твахам, мад аня те на джанан ти, нахам те бьё нанап па пи. The pure devotee is always within the core of my heart, and I am always in the heart of my devotee. My devotees do not know anything else but me, and I do not know anyone else. Чистый преданный всегда находится в моем сердце, и я нахожусь всегда в его сердце. Мой преданный ничего не знает кроме меня, и я не знаю ничего кроме них. So, if Krishna is offended, hey, you can't say that about my... there's no God. You rascal! There is God. No, there's not. Yes, there is. И если вдруг обижают Кришну, то вы должны вот так поступать, что, эй, ты негодяй, Кришна есть, я тебе покажу. And if someone offends a devotee, and Krishna is a spiritual sky, hey, you leave my devotee alone, you rascal! You say, the eighth son of Devaki is going to kill you! What? И если вдруг Кришна видит, что преданного защищает, то он тоже вступается за него. Нон-деводицы may not understand, just like one time Father Pad was giving a lecture on a Pandala in Bombay. И однажды Шрила Пракхупада, будучи в Bombay, давал лекцию в Pandala. And after the lecture, he asked for questions. И после лекции, он спросил, есть ли у кого-то вопросы. There were maybe 50,000 people in the audience. И это было где-то 50,000 человек в аудитории. There was one boy from the West, he was just traveling around India. He has long hair, big tippy, dirty, intoxicated. He came up, and he took the microphone next to the stage, and he told Prabhupada, You're wrong, there is no God. If there's God, I am God. Prabhupada became very angry. And here's Prabhupada, he can see Кришна, he can talk to Кришна, he's having a relationship. And here's this voice saying, There's no God. Like, hello? So, in front of 50,000 people, Prabhupada became angry. And people started saying, Like, what kind of sadhu is this? He's becoming angry. Shanti, shanti, shanti. Sadhu means very peaceful. They didn't, so they walked out. They couldn't understand. It takes a little exclamation. So, in the same way, it takes a little explanation, how the God of love can become the death of death. And for the reason, it takes a little explanation, how the God of love can become the death of death. The whole past time, when you're shingadev appearing from the pillar, and killing her, it's a past time of love. Although he looks very ferocious and non-devotees, that past time looks very beautiful. Oh, wow, that's so amazing. Thank you, Krishna. Kill him. This is why pure devotees eager to hear about all the different incarnations because he's interested in anything that's connected to Krishna. There's actually a class of so-called dumuris or called sahajas. They'll only hear raslila. They won't hear anything else. They don't, not interested in Krishna's other past times. They're not as pure. They're not as... Only, only raslila. They don't want to hear about Christians fighting under battle through the Krukshetra. They don't want to hear his dwarf or fast times. But a pure body likes to hear everything about his beloved. And they're not as pure. They're not as pure. So the past times of Mishrengadeva are unique. And technically they fall into a category called ghastly rasa. We generally talk about saki rasa, vatsalya rasa, madhurya rasa, because we're always buying for Vrindavan. But we say in English variety is the spice of life. So there's many, many different types of rasa between Krishna and his devotees to bring forth different loving emotions. There's a rudra which means anger. There's adbhutu which means wonderful. There's shrengara which is conjugal love. There's hasya which means like laughter. Like Madhu Mangal is always making Krishna laugh. So there's hasya coming. There's vira which means shrivelous. And there's vira. 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 There's dhyaya which means merciful. A также dhyaya which means merciful. Dhyaya which means servitorship. and rasa служения. Sakyaya friendship. Vayanka means ghastly. Vivatsa means shocking. Shanta means neutral. So many varieties of relationship with Krishna. So in our mind we think no I don't want to be involved in a ghastly relationship I just want the Madhurya Rasa. Krishna wants the ghastly Rasa because sometimes he likes to fight. He likes to wrestle with the boys. He's a boy. And although you may not be attracted to a particular Rasa I don't want to ghastly Rasa with God some devotees made because it brings forth their paha it brings forth their devotion to Krishna. And you don't know what your body is in. You don't think oh we're all manjari. and you don't know you don't know we're all manjari but you don't know what your manjari but you don't know what you don't know you don't know you don't know what your race and not need to speculate I think during Chitani Lila there were a number of devotees who were Rambaktas There were three brothers Rupa Sanatana and Anupam and Rupa Sanatana of course are manjari but Anupam he was a Rambaktas and Mahaprabhu told Rupa Sanatana leave him alone just let him be a Rambaktas that's fine I like that I want that Rupa Sanatana and Anupam and Rupa Sanatana they were in Madhuriya and Anupam he liked Ram Lila and the Lord Chitani himself said I can tell you what your Rasa is right now I mean at this point you're practicing Christian consciousness your Rasa is your servant of your spiritual master that's the only identity I know that I'm the servant of my spiritual master and from that relationship everything else will come and that's the only identity I know Но только в том, что вы считаете себя учеником, слугой своего духовного учителя. Но однажды только представление, что вы считаете себя учеником, слугой своего духовного учителя. Гастлив. 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 Но однажды только представьте, вы сидите и замиранием сердца слушаете, что сейчас мой духовный учителя откроет мне, какая же у меня раса отношения с Господом, и Он говорит вам ужасающее. И мы сейчас поговорим немного об этой расе отношения ужасающей, просто лишь для того, чтобы проверить, может быть у кого-то из вас отзовется. Бишма. Это был Бишма. Бишма is such a glorious personality. Это такая великая личность. But His rasa of gasing with Krishna is very nicely described in the battle of Krukshetra. И Его отношения с Кришной настолько ярко описаны во время битвы на Кrukshetra. Krishna taken a vow that He wouldn't participate in the battle. И Кришна дал обет, что Он не будет участвовать в сражении. Он будет просто вести колесницу Арджуны. But Arjuna got in a fight with Bishma. And actually Arjuna's chariot got stuck in the mud, so he got off the chariot to push it out. At that time Bishma was going to shoot an arrow and kill Arjuna. So at that time Krishna got off the chariot, took a wheel, the chariot was going to throw it at Bishma. He broke his promise. He said he wasn't going to fight. All of a sudden he's fighting. But why? Because His love for His devotee reigns. И тогда Кришна соскочил с колесницы и оторвал колесо и был готов бросить в Bishma. Он нарушал таким образом Свой обет, что Он не будет сражаться. Но любовь к Своему преданному, желание защитить Его было превыше. И любовь к Его преданному была выше, чем какие-либо моральные принципы. И в тот момент, как Bishma увидел, как Кришна несется к нему с колесом в руках для того, чтобы убить Его, Он испытал экстатические симптомы просто от осознания того, насколько Кришна пытается защитить Своего преданного. So it was a fighting pastime that wasn't ordinary fighting because the fact was that in that relationship Bishma felt so much love for Krishna. И это была битва, но это была не простая битва, потому что в ходе ее Bishma испытывал очень много любви по отношению к Кришне. А почему вообще Кришна решил сражаться? На самом деле это то, что любят делать мальчишки. И полдня во Бриндаване, в Роман-Рейте, мальчики борются на золотых пестаках в Раджа. И девочки это сладости и все прекрасное. А мальчишки это собачки, лягушки и хвостики от собак. Свабак . Бхрюнта, пис話unda прем自ол — О, да? Aberяна? Вот, два Бозаа – Вы machinesли. Вы retain ребята. ВыRich Wyловицы были не г BCу, и спросите боёль Sis. Вы различные глаза и пос loкими стаках в cowете не Ждите много купligит в спирте естественно ликty. Выtes из первогоándго, посл energies restored hello bracket Bundest�ом з corotal и зв pouco под nail на полн И таким образом вот сейчас Широ Гурдев описал все эти расы отношений, как ведут себя мальчишки, как ведут себя девчонки. И все, что есть в материальном мире, на самом деле это отражение того, что есть в духовном мире. Там есть все за исключением зависти. И тогда, будучи на Ваакунхи, Господь хочет сражаться, но так как Он там царь, и все преданные с благоговением относятся к Нему, поэтому они говорят, что нет, царь, мы не хотим с Вами сражаться, мы не можем, Вы наш великий господин. Поэтому для того, чтобы удовлетворить Своё желание сражаться, Господь посылает из духовного мира в материальное двух Своих преданных. Это Хирани Кашипу и Хираньякши. Но также они приходят в образе Равана и Кумбакарны. И все равно Кришна не испытывает удовлетворение, Он хочет ещё. И они приходят как Шишупала и Гантавакра. Can we go back to our post of despair from the sky? We've been Rani Kашипу и Хираньякши. We've been Ravana and Kumbakarna. We've been Шишупала и Гантаварка. We want to go home. And Krishna says, no, one more pastime, Jagaya Madhaya. И Кришна говорит, нет, ещё одна лила, Jagaya Madhaya. So this is the ghastly Rasa and Krishna likes it because He likes it, we like it. Это ужасающая лила и Кришна очень любит её. So we're always curious to hear more about these types of details. И поэтому ужасающую лилу, Он очень любит её. И мы готовы слушать детали, связанные с этим. И в Нарисимха Штуте описана шлока номер 6, и там дальнейшие детали. И в Нарисимха Штуте описана шлока номер 6, и там дальнейшие детали. Он подобен как верх какой-то рождённой горы. Также его внутренности украшают тебя, а его пупок очень глубок. О, благоприятный, он тот, которого невозможно выдержать. Он, Нарисимха, сожги, сожги и даруй мне силу. Someone may think it is unusual for a devotee who's taught to love God, to love all of God's parts and parts of the vigya, vina, samdhani, amunikavya, hajpani. И, возможно, для преданных это покажется странным, что мы говорим и получаем радость от того, что мы слушаем такого рода лила, потому что нас обучают как преданных любить Господа, любить всех его частиц. Но иногда мы получаем удовольствие от того, что мы слышим про то, как убивали великих демонов, потому что они доставляли огромное количество беспокойств. И в Бхагаватам говорится, И в Бхагаватам говорится, И в Шримад Бхагаватам описывается, И Хираника Шипу был как горячкой в головах всех жителей трёх миров. И в тот момент, когда супруги полубогов в райских планетах увидели, как великий демон был убит лично руками самого Верховного Господа, они, их лица, озарились великой радостью. Супруги полубогов снова и снова осыпали срайских планетных систем, осыпали цветами самого Господа Нарисимха Дева. И когда преданы, они всегда работают на благо всех живых существ, а демоны, в отличие от них, пытаются эксплуатировать всех из-за своих эгоистических желаний. И когда изгоняют демонов или убивают их, преданные очень счастливы, потому что они могут спокойно сконцентрироваться на своей деятельности и воспевать маха-мантру. И в отличие от материалистов, которые любую минуту посвящают тому, чтобы наслаждаться, преданные посвящают это время для того, чтобы узнавать о Господе, служить Ему. И сейчас то уникальное время, когда в мире не происходит жуткой войны, когда все погибают, поэтому у преданных на самом деле есть время воспевать мантру, читать священные писания, общаться с друг другом. И мы должны воспользоваться этим моментом. И когда у нас есть свободное время, или когда существует мир на планете, хотя он никогда не бывает полным, мы не должны просто ходить и развлекаться, заниматься каким-то спортом или смотреть телевизор. Мы должны взять свою джапу и повторять Святое Имя. Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он даровал нам время для нашего сознания Кришны. Когда демоны не настолько активны, у нас есть время для практики. И на английском есть такая песня. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. И существует такая замечательная песенка, которая вкратце можно перевести так. Слушайте весть, которую поют ангелы. Вся слава только что рожденному царю. Пусть будет мир на земле, а также все боги и грешники примирятся. Пусть счастье объединит все нации. И пусть будет победа на небесах. И ангелы завещают, что Христос родился в Вифлееме. И ангелы, слушайте весть, которую несут они. Вся слава новорожденному царю. Мир на земле, а также мир вашему уму. Боги и грешники все примирились. Радость, которая объединяет все нации и то счастье, которое превозносит вас до небес. Слушайте весть, которую разносит ангелы. Вся слава вновь рожденному царю. И это относится к Библии. Давайте что-то прочитаем из Ашримад Бхагавата. И в таком же настроении говорит и Прохлад Махарадж. Мой дорогой Господь Нарисимхадев. Пожалуйста, прекрати свой гнев, потому что сейчас мой великий демон, Отец, уже покорен тобой, убит тобой. Тогда, как даже святые люди испытывают радость от того, когда убивают скорпиона или змею, весь мир получил огромную радость от того, что этот демон был убит. И теперь же они уверены в том, что они будут радостны, и они будут всегда помнить твой благоприятный приход, который будет освобождать их от страха. И мы очень зависимы от мелости Нарисимхадева, потому что он защищает нас и дарует мир нашему сердцу. Он защищает нас от врагов, которые существуют внутри и извне. Он убирает из нашего сердца анархия, а также защищает нас. Таким образом мы можем очень спокойно практиковать. Конечно же, эта лила произошла миллиарды лет тому назад. Но будьте уверены, что Нарисимхадев может прийти в любой момент. Разве он не приходил пятьсот лет тому назад во время лил господочитания Махапрабху? Где он явился в Новодвипе пятьсот лет тому назад? Он пришел в спальню у царя Кази. Кази woke up, and there's this half-man half-line. And you try to stop my Sankhattan movement. I'll rip your heart out. No problem. You know that? И царь Кази просыпается от того, что в его комнате над ним залез человек-лев, который командует ему, что ты не смеешь останавливать мою хренам Санкирту, но иначе я разорву твое сердце. И он сказал, да, да, конечно, не проблема. Mr. Prabhupada was having so much trouble, you know, establishing our temple in Juhu because one, a sura, Mr. Nair, was causing so many problems. И однажды, Srila Prabhupada, у него было очень много проблем, когда Mr. Nair мешал ему открыть храм в Juhu, в Бомбее. И все удивились, когда Mr. Nair оставил тело из-за сердечного приступа. Но Srila Prabhupada совершенно не удивился. Он сказал, да, да, я молился на Рисимху-деву, чтобы он о нем позаботился. We need Lord Nair. It can also appear. How does he appear? Well, practically, he appears in the form of sound. And we also need защита Naira Simha-dewa. And we also wanted him to be here. But how does he appear for us? He is in the form of sound. He is in the form of sound. Sound incarnation of the Lord. И говорится, что Харе Кришна Махамантра, это воплощение Господа, которое не отлична от него самого. So you can also call Naira Simha-dewa, just as pralata. You can also. You're devotees. You have the right. You can call the Lord when the need is there to protect you, so you can continue practicing and continue preaching. And the Lord can also come in his deity form. And the Lord can also come in his deity form. And the Lord can also come in his deity form in Mayipuri, in Naira Simha-dewa, который находится там, в Сатте-юге. Why do deities come? To just stand there? They come to reciprocate the loving sentiments of their devotees. And different deities have different moods. И разные божества находятся в разном настроении. Morning time that he is preaching, Sankhitan. Джаганат, the mood is Vrindavan Krishna. Vrindavan Krishna, Contra-Khaka. Nishranga's protection. Every deity has a particular mood. You approach him in that mood. И каждое божество несет свое настроение. Например, Шри Шри Горни-тай, они любят Сан-Киртану. Джаганат, Vrindavan, Subhadra, это Vrindavan, Krishna. Rada Krishna, это супружеские отношения. Таким образом, у Господа разное настроение. When Prabhupada introduced the Nishranga-dei prayers, after the temple had been attacked in Los Angeles in the early years, he said, we're introducing the worship of Nishranga-dei to protect the spiritual master and the international society for Christian consciousness. That's Nishranga's mood. И тогда Шри Прабхупада дал нам мантру и рассказал о поклонении Нарисимха-деву после того, как было нападение на собственность в Майпуре. Он сказал, что мы поклоняемся Нарисимху-деву для того, чтобы, первое, он защищал нашему духовному учителю, а также нашу миссию. И мы должны знать, что the Lord is present in that form of the deity. The Brahman-boy said, My Lord, You're not a statue. Nope. You are directly the son of Maharaj Nanda, the Brahman-boy. You're not a statue. You're directly Krishna. You have to have that faith. И однажды на циклоге... 25 lifetimes. Однажды на церемонии уставления Божеств Шри Прабхупада сказал, что если вы будете видеть лишь металл в этих божествах, то они никогда не заговорят с вами. А если вы будете видеть в них Кришну, тогда через какое-то время они обратятся к вам. Например, вы делаете подношение, и Господь в форме божества говорит, что не могли бы побыстрее, а то уже проголодался. И вы такой, ого, ничего себе. 25 жизней понадобилось для того, чтобы услышать тебя, Господь. One day the deity will speak to you. И однажды Божество заговорит с вами. And you're dressing the deity like, you know, I don't think you've been doing... I don't want blue dhoti, I want red dhoti today. Что? What did you say? Can I do the body, please? Red dhoti. And a little bit bigger garlands, and the sweets are not sweet enough. Кришна! И вот занимайтесь служением, одевайте Божества. That's the moment we're all waiting for. И тут Кришна нам говорит, что пожалуйста, мне красное, хоть одень, а не голубое. И вы такой, что? И да, да, мой дорогой предан, пожалуйста, красное, гирлянда чуть-чуть побольше, а в сладостях не хватает сахара. И вы такой, что? На самом деле, именно такого момента мы и ждем всю нашу жизнь. And just to help you appreciate how real the deity is, how it's not different than Кришна, I'll conclude with the short pastime of an amazing deity of the Trinity and how he reciprocated with his devotions in modern times. И для того, чтобы вдохновить вас, я хотела бы рассказать вам историю о современном божестве Нарисим Хадеева и то, как он проявился для преданных. И в марте 24-го года, ой, 24-го марта 1984-го года 35 мужчин, вооруженных бомбами и ножами, напали на наш Майпурский храм. И они ворвались в храмовую комнату, схватили божество Радхарани, Прабхупады, потому что они думали, что они сделаны из золота и стали отстреливаться, кидать бомбы и убегать. И очень много человек пострадало, как со стороны нападающих, как и преданных. И преданным удалось забрать Мурджа Шрила Прабхупада, но они не смогли забрать Радхарани. И после этого у них было собрание, где они обсуждали происшествия и думали, как с этим покончить. И кто-то говорил, что, наверное, нам нужно выстроить огромную стену, чтобы защитить наш храм. А кто-то сказал, что на самом деле нам все, что нам нужно, это божество Нарисимхадеева. И нам необходимо божество Угру Нарисимхадеева. И один из пандитов, один из БВТ-хиллеров, сказал, что нет, 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 это не... the only person who can worship Угру Нарисимхаде is someone who's been a lifelong celibate. И тогда один из пандитов, наших исконовских, из БВТ-хиллеров, сказал, что нет, ни в коем случае, потому что Угра Нарисимхи может поклоняться только тот, кто всю жизнь держит celibate. So that first devotee said, no problem, we have Janani Vasa and Pantanjangari. So, yeah, they were discussing like that. And one devotee brought up the history. He said that during the time of Bhaktisodanta and Bhaktisodanta Saraswati and Bhaktisodanta Saraswati and Bhaktisodanta Thakura, dacoits had also attacked the Yogapith temple. So at that time, Bhaktisodanta Thakura and Bhaktisodanta Saraswati installed a lakshmi and Shringadeva deed for the same purpose, to protect Yogapith. So they were thinking, we want a really ferocious deity to keep all these dacoits away. So they were thinking, how ferocious should he be? When is Shringadeva most angry? He's most angry when he's coming out of the pillar. Because as soon as he's got Yorani Kashifu on his lap, he's dead. So Silpa Shastra, there's a shastra which describes how deities look and how they should be carved. Silpa Shastra says, Stana Nishringa, coming out of the pillar. That's the moment when Nishringadeva is most angry. Where is he? Coming out of the pillar. Where is Hironika Shifu? So the devotees wrote down their different ideas how the deities should look. And one devotee said, the deities leg should be bent a little bit like he's ready to jump on that demon. And another devotee said he should be very ferocious looking everywhere for Hironika Shifu. Another devotee said his fingers should be curled like this. Another devotee said, I think there should be flames coming from his head. So they put the ideas together. And they sent one devotee down to South India. It was a place, a famous place where they carved deities. So that devotee read this list like, you know, we want flames coming from his head, his fingers going to find so the 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 person who cards the deity is called a So the devotee went to different places and no one would carve the deity of Nishringadeva so ferocious. But six months later that first sculptor he contacted the devotees he said maybe just maybe before I die I'll carve a deal that ferocious. He said but first I have to get permission from my guru at Kanchipura. So the devotee went back down to South India met that 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 sculptor and together they went to see his guru to ask permission to carve this ferocious form of the Lord. So this guru of the guru he looked at the sketch because he did a sketch of the devil he said this is Stana Nishringa this is Nishringa coming from the pillar he doesn't exist on this planet. too scary. So then his students said but you know it's for the Hare Krishna's I don't care who it's Lord you know what they're doing what they're spreading the holy name all over the world they have so much opposition the guru became silent he thought for a moment he said for the Hare Krishna's you can carve Stana Nishringa and then this sculptor обратился to his guru and said but this is for the Hare Krishna for the Iskhanovs and he said it's not for whom or in any case he said but you know what they're doing they're spreading the glory of the Holy and all over the world and they have very big opposition he said he said well it's for them I'll allow so the sculptor said I'll start right away and then sculptor said I'll start right away it'll take me six months и это займет около шести месяцев so the devotee went back to my part и после этого преданные отправились в мой путь и через шесть месяцев он вернулся для того чтобы забрать божество и у него божества еще не было и преданные сказали you've had шесть months why haven't you started carving the deity of Stana Nishringa и преданные сказал что у вас было шесть месяцев а вы так и не приступили к тому чтобы извоять божество Stana Nishringa и the sculptor said it's such an important thing I'm just meditating on carving before I begin to carve him and I haven't found the stone to carve him from he said you have so much stone in your yard here just take any stone he said he said no my guru told me I have to find the stone that has life you can only carve Stana Nishringa from a living stone you can 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 his head a living excuse me a living stone he said yes you find the stone and that stone has seven points on that stone slab that makes a particular sound mentioned in the scripture that's a living stone I have not found and he said that's not he said that's not all there's a second test to make to know that it's a living stone so you can carve Stana Nishringa so Dewey said what's that he said there's a rare bug that enters into the marble and eats through the marble and leaves a trail of white marble he eats the green or black in the marble and he leaves only the white and it makes a brahman thread on the deity I have not found a stone that makes special sounds and has been eaten through by this special bug that leaves a white string that serves as the gai-free thread years maybe he said lifetimes and then Я сказал, что также существуют определенные жуки, насекомые, которые проедают цветное в мраморе и оставляют такую белую полосу, которая похожа на шнур Брамана. И поэтому я еще не нашел такой камень, чтобы он отвечал этим двум параметрам. И преданый схватился за голову и сказал, о боже, мы, наверное, никогда не найдем его, это займет очень долго. И тогда скульптор сказал, да, возможно, не одну жизнь. И через шесть месяцев он отправил телеграмму в Майякор, где говорил, что я нашел тот живой камень, который отвечает двум признакам, и я приступил к изготовлению Стана Нарисимхи. И целый год, день и ночь, он трудился в своей деревянной хижине, которую он построил специально для того, чтобы извоять эту скульптуру. И через двенадцать месяцев после того, как он закончил свою работу, он подумал, что наконец-то, ура, и теперь я могу отправиться и пообщаться со своими родственниками. И он ушел в соседнюю деревню. И каким-то мистическим образом, в тот момент, как он отсутствовал, этот деревянный сарай загорелся, в котором было божество, и сгорел. И все, что там было, когда он вернулся, это Господь Нарисимха, в момент выхода из колонны. И тогда скульптор позвонил преданным из Майяпура и сказал, пожалуйста, приезжайте, забирайте свое божество, потому что он уже очень явно говорит о том, что он хочет к вам, он тут все сожжет в нем. Он очень четко говорит по поводу того, что он хочет уже отсюда уйти к вам, поэтому забирайте его. И преданные тогда приехали из Майяпура в Южную Индию на большом грузовике, полном песка, положили туда божество и привезли его назад. И его церемония происходила с 28 по 30 июля 1986 года. И вы, возможно, каждый из вас видел изображение этого божества или лично присутствовали на Даршине, этого Нарисимхадео в Майяпуре, и вы теперь знаете, что он создан из живого камня. И почему он пришел? Потому что преданные попросили его прийти. И те преданные были не на уровне прохлады Махараджа. Мы все начинающие преданные. Но, несмотря на это, так же, как мать любит своего ребенка, даже если ребенок не знает, что она присутствует, мать все равно заботится о нем. Таким образом они попросили Нарисимху прийти, и он ответил. Нашвинге will come in the form of sound, и Нашвинге will come in the form of the deity, or he will come whatever he wants, if his devotees need him. So, if you need him... Tabakara kamalabare Женька Пасп рокы Пасп роков Пасп роков Пасп роков Итак, Господь Нарсимхаде вам приходит в форме звука, в форме божества, и всегда, когда вам нужна защита, вы можете молиться ему и звать его. Дай! Горбатискон, ки! Дай! Горбатискон, ки! Дай! Горбатискон, ки! Дай! Спасибо большое, Игорь Негода. Харьков! Селандрадин Аслам, и селобородей, аки! Дай! Бхагаваранасимеде, ки! Дай! Субтитры подогнал «Симон»